Дедушка, внук твой, сын твоего сына, мысленно обращается к тебе. Нечасто виделись мы при жизни по причине позднего моего появления на свет и долгой твоей болезни, по причине молодости моей, которая, как и любая молодость, ветрена и непостоянна. Многое о тебе говорили после смерти и слагали от избытка чувств и были, и не были лицы. Но образ твой шел со мной по жизни, обретая все новые грани, словно стремясь компенсировать мой поздний приход в мир. Бог же не есть Бог мертвых, но живых. Евангелие от Луки. И поэтому верую, что ты есть ходатай наш пред Господом, и события жизни нашей не случайны. Верую, что молитвами вашими пройдем путь свой, неся крест к Отцу нашему в царство любви и покоя. Вот передо мной письмо твое из тюрьмы к бабушке Маше. В нем решимость и вера посвятить жизнь свою Богу. Именно в тюрьме по-новому боссиял пламень любви твоей. И свет этот еще просветит многих скорбящих и сидящих во тьме, дабы и они имели частицу радости во Христе. Вот он, образ веры, в которой нет ни сомнения, ни страха. Образ веры неизменный и вечный. Нам, сегодня здесь живущим. 10 ноября 51 года. Воронеж. Милая моя Марусенька, крепко, мысленно обнимаю тебя, моя единственная, и прижимаю к своей груди твою бедную головушку. Третью годовщину мы встречаем в огне испытаний физической разлуки. Наш маленький кораблик перенес грозный шторм, и ныне еще бушующие волны треплют его на волнах неизвестности. Бог не допустил пережить девятого вала, сократил лютость волн, поднял выше тучи, и порывы ветра стали слабеть. И, кажется, где-то вдали мелькает полоса земли, край тихой отмели, обетованной земли, обители благодатной жизни. С гноящимися язвами греха, еле прикрытой клочками изорванной одежды, с израненными руками своих непотребностей, я плыву все ближе и ближе к родной отчизне, к дому Отца нашего, богатство которого расточил я в стране долечь. Но, имея образы всеобъемлющие, всепобеждающие в любви Отца нашего, невзирая на свое убожество и бедность состояния своего, я плыву с надеждой, что он же и повергает, он же и приимет в свое Отче объятие, омоет раны моей души слезами покаяния, оденет светлые ризы готовности трудиться для него. Умастит главу мою елеем благодати своей я, даст поезд верности и воздержания чреслам моим, и в руки мои вложит меч истины его. И как бы хотел я, чтобы остаток жизни моей был временем светлого горения для него, что жертвой благоприятный мир со всей его бутафорной мишурой, с непостоянством, лживостью и непрочностью обещаний становится все дальше. Как никогда близки мне слова «Не любите мира, не того, что в мире». К свободе, внутренней, истинной свободе призвал нас Христос, и только отречение от мира, полное пренебрежение к Нему, к Его темной стороне, чувствуется мне вся красота этой жизни. Мир с этим миром есть вражда с Богом. Нельзя служить двум господам. Не для всех этот путь и может быть не единственный, и немногие могут вместить его. Только сердца с горячностью Петра могут решительно рвать со всеми связями мира, становиться на путь Алексея, человека Божия. Высоко ценя твою привязанность к Богу и любовь к Нему, постоянное стремление быть в общении с Ним, я хотел бы еще одно тебе пожелать – преодолеть страх перед миром, пренебречь усладами его, искать едино на потребу, и глубоко верить, что ни едино черта, ни едино йота не придет, исказанного Спасителем. Ищите прежде Царствие Божие, и все остальное приложится вам. Оглянувшись назад, на пройденный совместно 22-летний путь, отчетливо видим совместное наше стремление к славе человеческой, стремление зажечь светильники наши от мирской звезды, светящейся холодным светом. Еще раз повторяю, изменчивой и непрочной славы человеческой, тянемся к ней и срываемся, ищем и теряем то, что имеем, стучимся в двери и не имеем открывающего, ибо стучимся не туда, да не будет больше этого. В память второго десятка нашей совместной жизни я дарю тебе этот натюрморт. Пусть не живые цветы благоухают пред твоим лицом в этот день, а образы их, но то, что вложено в них, сильнее и выше природного. Они не сорваны с земли и не издают аромата. Яркость их не есть, отблеск живых лепестков. Они рождены в моем сердце, исполнены руками скорбного, придавленного неправду и злом жизни человека, и предназначены тебе, моя родная, чтобы, глядя на них, ты возвышалась душой своей над грешной землей, и душа твоя цвела, как этот букет, сохраняя в ней ту же чистоту белой розы. Нежность розовой, радость красной, зрелость духовную бордовой розы, возвышенность и пышность добродетелей чайной розы. Роза для мира, желтая роза, выпала из букета, пусть она вянет, не имеющая ни вида, ни живительной влаги лазоревого небесного сосуда. Крепко обнимаю тебя и целую. Дай Бог встретить нам с тобой милое торжество серебряной свадьбы здоровыми и радостными. Всегда и только твой Коля.